Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Строго по законам в Бобруйском городсполкоме обсудили вопросы торговли. Есть такие факты. Это отсутствие маркировки. Какие предпринимаются меры? Запретный плод сладок. Задержаны организаторы двух порностудий. К слову, в этом году оперативниками Могилевщины выявлено семь порностудий. Кто снимал интимное видео? Белорусская вышиванка. В Бобруйский кровеческий музей передали в дар вещи мягкой этнографии. В наших фондах еще с 1960 года хранится очень интересный предмет. Где хранились семейные реликвии. А также план на перспективу. Налог на доходы и осторожно осы. Популяция жалющих в Беларуси заметно возросла. Чем опасны насекомые? Точки соприкосновения. Президент провел встречу с послом Бразилии. Глава государства, руководитель дипломатической миссии, а также министр иностранных дел Беларуси обсудили вопросы взаимодействия двух стран в сферах сельского хозяйства, поставок удобрений, продовольствия, авиации и высшего образования. Александр Лукашенко отметил, дорогово-экономические отношения должны выйти на новый уровень. А уже потом политика и дипломатия. Мы просто должны с вами в результате сегодняшней встречи договориться о конкретных направлениях нашего сотрудничества, которые выведут наши отношения на более высокий уровень. У меня будет ряд предложений в связи с этим. И я думаю, что вы и до правительства, своего парламента и, прежде всего, президента Бразилии, Луну Дасильеву, доведете мои предложения. И я вас прошу очень, как одно из основных предложений сегодня, направить сигнал своему президенту, что мы его ждем в Беларуси. Расстояние между странами не влияет на сотрудничество. Бразилия входит в топ-10 торговых партнеров Беларуси. Товар оборота в 2022 составил 360 миллионов долларов. В нынешнем году уже удалось превзойти эту сумму. Хорошо, но недостаточно, уверен президент. Пришел час расплаты. Задержаны организаторы двух порно-студий. 41-летняя жительница Могилева в собственной квартире снимала интимное видео. Аналогичным бизнесом занимался и 33-летний бобруйчанин в Гомеле, где временно проживал. Контент рекламировали и распространяли через специально созданные интернет-ресурсы. Стоимость доступа варьировалась от 20 до 100 рублей. Сотрудниками подразделений по противодействию торговли людьми на постоянной основе проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к организации порно-студий, а также к массовому распространению порнографических материалов. К слову, в этом году оперативниками Могилевщины выявлено 7 порно-студий и 12 фактов создания и администрирования порнографических интернет-ресурсов. В квартирах фигурантов правоохранители обнаружили компьютерную технику, цифровые носители информации, фото и видеоаппаратуру, а также реквизиты декорации. Возбуждены уголовные дела. Дистанционный учет, домашнее насилие и книжный бум. Правительство определило стоимость учебников. Сколько стоит набор? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Из специального фонда президента выделят более 130 тысяч на поддержку 33 талантливых молодых людей, а также пяти творческих коллективов, победителей международных и республиканских конкурсов и фестивалей. Такие меры предпринимаются для их развития, обучения и профессионального роста. В Беларуси увеличилось число плательщиков налога на профессиональный доход до 70 тысяч. Новый режим, который действует в стране с начала года, полностью дистанционный. Для тех, кто зарабатывает до 60 тысяч рублей в год, ставка 10%. Если больше 20, для пенсионеров 4,8. Также предоставляется вычет в 2000 рублей. В правительстве определили стоимость учебников в школах. За полноценный набор родителям придется заплатить 18,5 рублей. Это коснется всех учащихся с 1 по 11 классы. Скидку в 50% получат многодетные семьи. Дети с особенностями психофизического развития, инвалиды и те, кто учится в интернатах, специализированных заведениях, получат книги бесплатно. Более 10 тысяч белорусов ежегодно обращаются в милицию за домашнего насилия. Правоохранители напоминают, плата за подобные поступки может быть суровой – от штрафа до заключения под стражу. Помимо профилактической работы с населением, есть в нашей стране поддержка и в виде временного приюта в 135 кризисных комнатах. Осы атакуют. Популяция жалящих в Беларуси заметно возросла. Количество опасных насекомых вызывает беспокойство у горожан и жителей частных подворий. По словам специалистов, причиной роста стала в том числе засушливая и жаркая погода до середины лета. Идеальная для размножения насекомых. Особенно осторожными стоит быть людям с аллергией на их яд. После укуса обязательно нужно обратиться за помощью к медикам. Репутация дороже денег. В Бобруйском горосполкоме обсудили вопросы торговли. На повестке дня соблюдения законодательства ценообразования санитарных норм ответственное отношение к своим обязанностям. Индивидуальные предприниматели и администрация рынков получили развернутые ответы на все интересующие вопросы. К слову, специалисты за 6 месяцев провели более 60 рейдов. Это на 29 больше, чем за такой же период прошлого года. К сожалению, есть такие факты. Это отсутствие маркировки на товаре, отсутствие ценников или оформления ценников недолжным образом. Есть вопросы и к ценообразованию. Отсутствие медицинских справок у работников торговли. За два квартала 2023-го управлением торговли и услуг Бобруйского горосполкома рассмотрено 84 обращения. Вынесено 6 предписаний об устранении нарушений прав потребителей и 2 о прекращении реализации товаров. Во главе угла безопасности сотрудники МЧС следят за ходом уборочной. Основное требование к аграриям – исправность техники, наличие огнетушителей и бочек с водой. Ведь в период жатвы каждое зернышко на вес золота. Об этом не раз говорил президент. Кто работает с полной отдачей? Елизавета Липеева. В самом разгаре уборочная страда. Важно не только быстро собрать урожай, но и сделать это безопасно. Сотрудники МЧС проверяют наличие огнетушителей, обращают внимание на пригодность и срок годности, проводят профилактические беседы. Мы во время уборочной также инструктируем и персонал, то есть работников. Напоминаем их о важности соблюдения правил пожарной безопасности, о том, что курение может провести к возгораниям. Ну и также рассказываем, как же воспользоваться первичными средствами пожаротушения в случае возгорания. Сельхозтехника должна быть обеспечена двумя порошковыми огнетушителями массой не менее 8 килограммов, штыковой лопатой. Необходимо также следить за исправностью оборудования. Системы зажигания и топливоподачи должны быть четко отрегулированы. Этот трактор здесь не просто так. На поле он отвечает за безопасность. Его задача – хранить в бочке 11 тонн воды, а в случае экстренной ситуации – моментально устранить возгорание. Урожай на вес золота. Эта истина остается непреложной. Каждый хлебороб чувствует особую ответственность. Провести уборочную добросовестной с полной самоотдачей – таков настрой у земледельцев. По безопасности все есть, все дали. Смотрим, не первый год работаем на комбайнах, как бы смотрим новости, что происходит в Беларуси. Все хорошо, дай бог до конца недели все уберем. Главное, чтобы был мир в стране, остальное все будет у нас. Беларусь – сила. Всего в стране убрано более 4,5 миллионов тонн зерна с учетом РАПСа. Аграрии буквально в шаге от золотой середины всей дистанции. Экипажи идут за новыми рекордами, чтобы попасть в число передовиков. На одном из совещаний президент заверил – Беларусь будет обеспечена продовольствием на 100%. Елизавета Липеева, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. История нашего края в Бобруйский краеведческий музей передали в дар вещи мягкой этнографии. Передники, рушники, скатерти, покрывала. Богатое наследие Ирины Горшиной. Сама она живет в Казахстане, но изредка приезжает на родину – в деревню Савичи, где осталась приданная от ее родственников. Домотканая одежда сохранилась от ее прабабушки Ирины Вавула. В начале 20 века внучка Александра Пушкина – Софья Воронцова-Вильяминова. Фотографировалась в одежде, которую купила у крестьянок имение Вавуличи Бобруйского уезда. Когда мы стали оформлять эти предметы, то выяснилось, что в наших фондах еще с 1960 года хранится очень интересный предмет, который был закуплен у прапрабабушки Ирины Дмитриевны. Это брыж, это съемный воротник, который она делала на свадьбу бабушке. Чем вещь старше, тем она более уникальная и трудоемкая. Эти передники и рушники сохраняют в себе древние технологии рукоделия – бранное ткачество и узелковое плетение. Это все по-настоящему ценные предметы, которые дополняют экспозицию в зале этнографии и отражают быт нашего народа в былые времена. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»